Все, кто меня не знает, покиньте эфир сейчас. Боже, какая красота. Я поняла, вот где деньги. Ты продаёшь не только свой продукт. Чем старше ты становишься, тем меньше ты думаешь о других людях. Я поворачиваюсь, и вся группа собли так подбирает. Села на кухне со своими кастрюлями. Ну, куда я? Встань, подними жопу и работай. Все сдохли, кто пытался повторить идею. На дом в Канаде, на квартиру в Канаде я заработала. Натыкали, сделали совершенно не то, и я козёл в итоге, да? И ты сидишь и охрененно этому восхищаешься. Ты должен снимать бесплатно и снимать достаточно много. Да, спящий, говорю, полумёртвый, вот этот ребёнок лежит. Вот ваш покойник хреново получился. Давайте переснимем. Наташ, привет. Привет. Тебе удобно? Да. Я сейчас тоже возьму такая подушечку. И такая у нас будет домашняя атмосфера. Слушай, давай мы, возможно, тебя не все знают. Расскажи, пожалуйста, несколько слов о себе. Кто ты, чем ты занимаешься? Откуда ты? Все, кто меня не знает, покиньте эфир сейчас. Я Наталья. Я фотограф новорождённых, если кто-то не знает. Занимаюсь я этим делом безобразием с 2010 года. И я, наверное, тот человек, который не начал съёмку новорождённых с момента, родив своего ребёнка, посмотрев, какой он красивый, буду снимать. Нет. У меня была такая другая история. Я родила, посмотрела, какой он страшный. У меня было расстройство, что, ну, как выпрямиться у неё голова или ещё что-то. Любви у меня к новорождённым не было вообще. Так. Вот. А начала я снимать. То есть подруга... Я снимала свадьбу очень долго. Пришла подруга. Я снимала её беременной. Она говорит, слушай, я рожаю. Давай, типа, сними моего малыша. Я такая, конечно. Я легко обучаемый человек. Я погуглила, посмотрела детей в корзинках. Они так забавно лежали, красиво. Ну, и плюс Анна Гедес, плюс-минус, все видели, как она снимает. Вот. Я... Она пришла ко мне снимать. Там у меня BT в 7200. Камера. Я сняла. Там Икея. Корзина из Икеи какая-то. Я посмотрела на это всё безобразие. Это было жутко. Такое ощущение, что я корзину снимала. Ребёнка разваленный. А подруга, посмотрев на это всё, такая, боже, какая красота. А тут я поняла, вот где деньги. Ну, то есть, как бы клиент спит, он доволен, ничего не говорит, а маме всё нравится. И я поняла, что это та жил, где можно заработать деньги. То есть, я пришла чисто с шкурным интересом. То есть, это та сфера, где ты не бегаешь по свадьбам, ты не работаешь там с безумной невестой, которая себе не нравится, потому что цифры совершенно отбила у людей любовь к себе. А ты ныряешь в такую сферу, где всё о любви вообще. Потому что я не видела ни одну мать, которая не нравится у ребёнка. И не нравятся его фотографии. Да, да. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот ты так давно в фотографии. Ты такой очень энергичный человек. Мы с тобой уже два дня вместе провели. Так звучит, два дня вместе. Вы ничего не подумаете, у нас ничего не было. В чём твоя суперсила? Суперсила? Знаешь, я ничего не беру в голову. Я вот сегодня уже сговаривала с ребятами, там, с друзьями. Она говорила, что я не умею злиться, я не могу расстраиваться, я не могу обижаться на людей. То есть у меня всегда такая работа над собой. То есть если меня что-то выбешивает в людях, значит работать нужно с собой, а не проблема людей. Поэтому меня очень сложно обидеть, сложно расстроить. Я всегда на позитиве вообще по жизни. То есть мне кажется, все проблемы – это от стресса, это от неприятия какой-то ситуации. На самом деле, если это перевернуть, в каждой ситуации есть два выхода. Это ты работаешь над собой или ты работаешь с тем человеком. Это как тебе кто-то скажет, ну ты дурак. Ты можешь воспринять, что ты дурак, но ты можешь подумать, сейчас мой поступок дурной. И человек обратил на это внимание, и ты должен работать именно с конкретной ситуацией, а не с тем, что ты по сути дурак. Слушай, а вот тогда у меня к тебе вопрос, вот чуть больше, вот в эту сторону. А как научиться, как вот этому качеству, как это качество приобрести, перестать там обижаться, слишком близко к сердцу это воспринимать. Мы же девочки, да, вот юбор сфера – это такая чисто девичья история. И очень, я очень часто сталкиваюсь с тем, что девочки очень сильно беспокоятся, очень сильно пропускают всё через себя. Какой-то недовольный клиент, какое-то беспокойство, папа не вовремя зашёл, не так посмотрел, ещё что-то. Как научиться не обижаться? Ой, это такая интересная сфера, я считаю, что это работа с собой. То есть, если ты не можешь находиться с собой в достаточно длинный промежуток времени, то есть взять какой-то ретрит, то есть погрузиться и вообще убрать всех, убрать там, если у тебя муж уехать на три дня от него, не звонить и ни с кем не разговаривать, и получить кайф от того, что ты один. Вот если ты почувствовал в моменте, что тебе хорошо с собой, тебе для счастья не нужен муж, не нужны дети, не нужна хорошая погода, да? И как только ты понял, что счастье и твоё полноценное состояние внутреннее зависит от твоего состояния, this is a catch. Как я говорю, тут ты, значит, и человек, которому хорошо с собой, готов дать кому-то что-то. Слушай, правильно ли я услышала то, что ты говоришь? То есть, когда тебе даже, там, кто-то на тебя не так посмотрел, или кто-то тебе что-то написал, там, в социальных сетях, например, под фотографией какой-то комментарий, ну, например, разберём такую ситуацию. То есть, это твой собственный выбор, обижаться на это, носить в это в себе и, там, делать, возможно, из мухи слона, или, как бы, не обижаться и как-то в позитивное, что ли, русло. Да сто процентов это твой выбор. Мне очень, мне частенько пишут, вот, в вашей фотографии что-то не так. Знаешь, что я отвечаю? О, прикольное мнение. Всё. То есть, о, прикольное мнение, ну, здорово, буду иметь в виду, только не знаю, что с этим делать. Или кто-то напишет что-то, я говорю, прикольное мнение, ну, скажите, что мне с этим делать? Ну, вы мне доставили какую-то информацию, как я могу его использоваться. Если вы мне сейчас скажете, как я могу его использоваться, возможно, будет конструктивный диалог. Если вам нужно было просто написать, хорошо, я вас выслушала. Ну, и всё, как бы. А ты вообще часто сталкиваешься с каким-то хейтом, каким-то негативом? Слушай, ну, вот, в связи последних ситуаций, вот, с военными действиями в Украине, да, у меня было, было очень много хейта, я не вывозила какое-то время, да, ну, тоже, я тоже не остальной человек, да, но потом как-то всё отлегло, и вроде как бы норма. Опять вошло в русло, и опять я ничего не беру в голову. Знаешь, как говорится, что о тебе думают люди, да, это, если они обо мне думают, ну, блин, ну, мне жалко и жизнь, знаешь, как-то, короче, я о них не думаю, я думаю о себе. Мне кажется, вообще, чем ты старше становишься, а я могу сказать, что из небом фотографов я, ну, даже и по возрасту старше вообще, наверное... Да, это ведь, мне уже сколько? Сорок? Да, неважно. Можно говорить? Вот, и... Ну, короче, много. Да, 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 и я уже считаю, что я уже многих, то есть я вообще и возрастом старше многих небом фотографов, да, и нахожусь в фотографии очень много, и мне кажется, что чем старше ты становишься, тем меньше ты думаешь о других людях. Вот раньше я думала, знаешь, выходишь с подъезда, все эти бабушки, думаешь, ой, как она оделась, да, какая страшненькая, да, на самом деле она счастливая, потому что она уже об этом вообще не думает. Мы отбросаем ее вид, как она одета, что она там говорит, да, но восприятие мира и себя, оно становится другим, то есть у тебя перестает существовать рабочая сторона при фотографиях. Тебе неинтересно посмотреть, как ты получился на фотографии, потому что ты понимаешь, что это уже офигенно, что через 10 лет ты будешь выглядеть хуже. Вот, и вот эти фотографии, которые там меня там в детстве с петухом каким-то там на голове, я так рада, что не было фотошопа, потому что это я, это часть моей истории, и я благодарна, что тогда не было фотошопа, я благодарна, что сейчас я могу фотографироваться без фильтров, потому что через 5-10 лет у меня будет еще 350 морщин, я буду как у рюк скрючена, и сейчас это вообще, как я говорю, при лучшем раскладе я на экваторе жизни, ребята, при лучшем раскладе, это экватор, поэтому увеселись и радуйся, и не бери вообще ничего в голову. Мне кажется, ты сейчас говоришь про такую штуку, как просто любить себя. Конечно, да, если ты не любишь себя, ты не будешь успешен вообще ни в чем, то есть любовь к себе, она притягивает людей. Если ты продаешь что-то, ты продаешь не только свой продукт, ты продаешь свою энергетику, и люди идут к тебе за тем, кто ты, им классно с тобой пообщаться, потусить, может, даже многим эти дети не так важны, они просто хотят прикоснуться к какой-то энергии, которая их заряжает. Вон, прекрасный пример Блиновской, ну камон, ребята, что она там дает, воздух продает, ну кому-то она вставляет, штыривает, на качелях она покачалась, подышала пару раз, и народ там офигел, да? Вот вам, пожалуйста, продажа воздуха. То есть люди идут за энергетикой, они за фига не за знаниями, частенько. Кстати говоря, вот ты мне прям, вот у меня план есть, у меня есть определенный план, которые, вопросы, которые я хотела задать Наташе. И вот я прям иногда хочу вставить свои пять копеек, потому что она немножко меня сбивает с этого плана, но как раз озвучивает те вопросы, которые я хочу задать. Марафон о желании, ты вообще в это веришь? Нет, конечно. Хочешь, Эстин Мартин в своем гараже, встань, подними жопу и работай. А если хочешь работать, дай мне плетку, я тебя буду стягать каждое утро, чтобы ты что-то сделал. Если от того, что ты повесишь плакат какой-то, ничего не изменится, ты должен вставать и идти пахать. То, что ты будешь что-то желать, это, мне кажется, знаешь, такая очень интересная аура вот этого Емеля, российского Емеля, сел на печку и тебе все дали. Такого не бывает. Если ты берешь успешного человека, у него всегда за плечами огромная-огромная работа. И чтобы что-то, где же та же Блиновская, да? Ну, камон, это же не просто она встала, у нее все получилось. Это она преподает, что у нее она пашет, она продумывает все, у нее все продумано очень хорошо. Она офигенный маркетолог, и ради только этого можно снять шляпу. То есть восхищаться человеком, как она построила свой бизнес. Вот. Поэтому в марафоны желания я точно не верю. А в чем тогда все-таки секрет успеха? Если я правильно услышала, это постоянно пахать. Да, постоянно пахать. Встаешь и идешь. Знаешь, как это в песне? Чего ты сидишь? Встала и пошла. То есть успех никогда не придет. Под лежачий камень вода не течет. Вот. И главное не бояться. Знаешь, что самое интересное? Она заметила, что многие думают, ну, что я сейчас, уже все придумано. И вот эта самая фиговая штука, уже все придумано. То есть человек уже на себе закрыл. Но это с детства там, знаешь, мы же росли. Я ребенок Советского Союза, да, там, там, твое последнее слово, ты что там, я последняя буква в алфавите, ты что умнее всех, там, мечтать не вредно. Вот нас как вырасти. А на самом деле вредно не мечтать. Мечтая больше достигнешь великого, да. Почему нас этому не учили? Нас уже заткнули с детства, и мы все боимся вылезти куда-то, потому что, знаешь, мы боимся. Нам уже научили, что мы должны сидеть и не пищать. Вот. А тем более, когда еще и возраст идет, тут детей появилось, да, там куча, и все. Ты такая села на кухне со своими кастрюлями, ну, куда я? И вот это самое страшное, мне кажется. Вот. Страшное, что люди перестали верить в себя, что до сих пор возможно себя куда-то приткнуть, и очень классно. Я сейчас, наверное, такой раз скажу, у меня замечательный фотограф, Джерри Гионис, он когда-то мне сказал, положив руфочку на стол, говорит, смотри, я положил ручку, и она просто, ну, вот я всегда думаю, как я могу на этом заработать. То есть, любое действие, которое вы делаете, вы можете монетизировать. И у меня такая вещь была, я на мастер-классах снимала, когда фотографировала, я снимала все бэкстейджи. И потом вот эти бэкстейджи стала продавать, они офигенно стали продаваться. То есть, я не думала, что это можно продать. И от этого пришла идея, там, вот, моего аккаунта обучающего, который до сих пор офигенно... Все сдохли, кто пытался повторить идею. Вот, всех сдохли. А я скажу, почему сдохли, потому что не было плана. А у меня план был на два, на три года вперёд, что я буду делать. А люди видели только деньги, и они видели их очень в маленьком промежутке. То есть, видишь, я сейчас заработаю. А там пришло семь человек, но ты должен пахать на семь человек. Смотришь на мой аккаунт, у меня там восемьсот человек было, да, человек такой, о, я сейчас наберу. А не наберёшь, потому что ты не я, да, ты не продумал, ты не заинтересовал людей, никто не знал, как я общалась с ними, да, и поэтому модель вот этой бизнеса была провальная. А расскажи тогда, ну, может быть, несколько таких моментов, в чём секрет, в чём формула твоего успеха? Моего, слушай, деньги. У меня мотивация всегда была заработать. Вот, главное правильно ставить мотивацию. Когда мне человек говорит, я решил, знаете, я такой весь со знаниями, я решил поделиться знаниями, ты уже обманываешь себя. Да нихрена ты не решил поделиться, ты решил заработать на своих знаниях. И пока ты себе честно не сказал, зачем ты поехал или зачем ты начал что-то делать, ты нихрена не заработаешь. У меня сразу была идея, у меня вдохновили бабки. Вот, я посмотрела, что сколько там денег, я открыто говорила, я еду зарабатывать. Я посмотрела уровень там мастер-классов, который проводился на то время, люди брали по 8 тысяч рублей, я такая 8, ну, нафиг, пятнарик. То есть я сразу в два раза поставила больше, чем средний статистический фотограф в России, потому что психологически, если берут больше денег, значит, что-то интересное. Вот, то есть, ну, а какого хрена я так дорого продаю, значит, что-то классное, да? Вот, то есть у меня мотивация была заработать денег, всё. И я это не скрывала, я не ехала делиться знаниями, потому что я такая сердобольная. Знаешь, я обучилась, и меня прям распирает. Ну, камон, ребята, вот ты вот преподаешь, тебя что распирает? Да нет. Считаю. Меня, кстати, распирает. Меня, вот если ты меня спросишь, мне очень, я вообще, я никогда не думала, что мне понравится преподавать. Мне кажется, это так, мне казалось на тот момент, вот преподаватель, с которым я встречалась там в универе, там в школе, думаю, боже, ну это, это ж одно и то же, повторяешь, постоянно. Это ж какой-то сумасшедший дом. И я никогда не думала, что мне это понравится. Ну, мне, если честно, если бы мне это не нравилось, я бы этого не делала. Представляешь, завтра тебе перестанут платить за эти деньги, вообще. Так. И ты должна будешь преподавать год, два, три. Нет, должна быть, это должна быть не про меня, нет. Вот видишь, когда мне говорят, нет, я вот не ради денег. Я тут с многими так говорю. Нет, я не говорила, что не ради денег. Я говорю, ты меня спросила, тебя прёт? Я говорю, да, меня прёт. Ну, прёт, ну, потому что мотивация заработок тоже есть определённая. То есть мы идём на съёмку, почему студии закрываются? Ага, дебетская миссия, мало денег стало получать. Сто процентов, сто процентов. Мне кажется, если честно, раз мы затронули эту тему про деньги, мне кажется, самая большая проблема заключается в том, что девочки подходят очень часто очень по-женски к этому вопросу, и они просто не считают. А так как я-то в прошлом, я работала в бизнесе, и у нас, если у тебя кейс не сходится, все финансисты ни за что не пропустят ни одно мероприятие, которое ты планируешь. Я как бы в прошлом маркетолог, поэтому у меня такая же позиция и здесь. Поэтому, конечно, дебетская миссия должен обязательно сходиться. Наташа, а сколько ты зарабатываешь? Да, всем так интересно, всем так интересно. Ну, я, знаешь, я не говорю какую-то определённую сумму. Я всегда говорю, девочки, на дом в Канаде, на квартиру в Канаде я заработала. Да. Берём пример. Да, я заработала съёмкой новорождённых. Сколько твой дом стоит? Я, окей, я это могу назвать. Но дом стоит 2 миллиона 100, и квартира 600 тысяч. Это можно срезать. Да, 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 да. Это мы не вырежем. Да, да, да. Не, я спокойно говорю, потому что многие гуглят у нас очень это всё в открытом доступе, можно зайти на сайт и посмотреть прям реально, сколько мой дом стоит. То есть, прямо это в открытом доступе есть в интернете. Вот. То есть, уже хватит. То есть, знаешь, как я говорю, сколько ты зарабатываешь? Я говорю, если я сегодня прекращу работать вообще. Так. Тебе хватит? На сколько лет? До конца жизни. Всё, отлично. Это, кстати, это у Радислава Гондабаса, у него был какой-то такой вот момент, когда он рассказывал, в чём измеряется твой капитал, в том, сколько тебе хватит, на сколько лет тебе хватит, если у тебя вдруг пропадёт твоя работа. Да, ну хватит до конца жизни, уже работать не надо. Мне кажется, что после нашего интервью у нас просто толпы должны пойти, а так далее, новорождённых. Ну, я скажу, что именно съёмкой новорождённых, то есть, если снимать, на дом и на квартиру сложно заработать. Давайте так будем объективными. Если ты идёшь в преподавание, то да. И когда кто-то говорит, что там детками можно, ну, ну, камон, ребята, ну, мы видим, кто сейчас ездит, да, по мастер-классам. Ездят они не потому, что это так их прёт, потому что, ну, ребят, это поездка, это отрыв от семьи, это, ну, вот, ну, ты таскаешься по миру с этими чемоданами, но это, это не, это, ну, может быть, первый год прикольно, потом это вообще нифига не прикольно. Ну, и, конечно, когда у Наташи по 50 или сколько у тебя там мастер-классов было в год, то по 30 мастер-классов в год, конечно, это очень высокий темп, это совсем другая история. Слушай, ты живёшь в Канаде, в Канаде ты также проводишь съёмки, ты же занимаешься не только преподаванием. Ну, конечно, да, у меня съёмки. При этом твой аккаунт, твои социальные сети на русском языке. Во-первых, у меня вопрос. Как тебя находят клиенты в Канаде, как правило? Ну, а второй вопрос, это потом важно, да. Слушай, интересно, у нас Google, Google, да, то есть меня находят по Google сугубо, звонят в основном или смс-ки пишут. В основном 99% человек звонит. И у нас, ну, люди не, они ищут как, они открывают интернет и смотрят, кто близко к ним дома живёт. Во-первых, они не ездят далеко, это должно быть территориально очень близко, они зашли, посмотрели фотки, посмотрели отзывы обязательно на Google, потому что их убрать нельзя никак. То есть это всегда искренние отзывы. вот, и по звонку к тебе приходит. Всё. И, ну, если ты раскрутил свой сайт правильно, то он тебе всегда в топе на первой странице, мой сайт на первой странице в Google, то есть я увлекалась этим SEO, Searching Internationalization, да. Вот, поэтому мой сайт на первой странице, и в принципе плюс-минус мне хватает. То есть клиенты приходят оттуда. Вот, слушайте, вот мы только копнули эту тему бизнеса, так слегка коснулись её, и тут уже какие-то непонятные слова, SEO звучит, что это такое, сайт. Скажи, пожалуйста, сколько вообще времени, там, примерно, может быть, в неделю или в день ты тратишь на своё продвижение, ну, на вопросы, связанные с маркетингом и, там, бизнесом в целом? Слушай, мне сильно повезло, я сделала один какой-то пост в блоге, да, блог очень важен для сайта, я ездила, получала обучение по оптимизации сайтов к очень крутому топу, я брала у него частные две консультации, вот, и блог очень важен, и я написала один просто блог-пост, и вот он меня продвинул на первую страницу, всё, я не знаю, почему он так понравился в Google, но благодаря ему я держусь на первой странице последние два года, и я не знаю, почему, то есть для меня это тайна, я просто делала всё, что мне говорили, но как-то так получилось, то есть, а в день я ничего не делаю. Ну, это что касается сайта, а что касается, там, ведения социальных сетей, месседжеры, сколько времени ты на это Ничего не тратишь, я вообще ничего не делаю. Как ты ничего не делаешь? Ты ничего не тратишь? Я вижу, это она говорит сейчас, ничего не тратишь, это как-то у тебя, видимо, незаметно проходит, потому что я вижу, что ты постоянно, у тебя постоянно приходят уведомления, и ты постоянно в телефоне. Да ладно, я постоянно в телефоне, у меня даже интернета нет в Беларуси. В те моменты, когда нет интернета Хорошо, значит, ты мало времени На это пратишь Максимально мало, если бы вообще можно было Не вести инстаграм, я даже туда бы не заходила А можно бы не вести инстаграм? Ну, в Канаде можно, мне кажется, потому что люди Иногда у меня спрашивают клиента, у вас есть инстаграм И очень часто спрашивают Потому что инстаграм там, ну, редко клиентов Там ищут, во-первых, ты туда и отзыв Ну, не напишешь, а до них очень важны Отзывы, а в гугл ты написала, его не уберут Оттуда уже, вот пока проблема Не решится, ты можешь посмотреть, как Хозяин студии разруливает проблему Вот, то есть доверяют очень Вот А в инстаграме там каждый царь и бог Да Слушай, а скажи, пожалуйста Вот на твой взгляд Нужно ли Любить детей Для того, чтобы стать фотографом Нарождённых Знаешь, я не могу сказать, что нужно их любить Нужно любить сам процесс, наверное То есть я не могу сказать, что я там прям обожаю Новорождённых Но я люблю сам процесс Мне нравится вот этот результат Мне нравится, что ты Ну, вот берёжни такие классные Там, знаешь, такие уложил Там их пощупал Потискал и отдал родителям Всё Твоя миссия закончена Сильно прям Мне сложно сказать Потому что я не обладаю Дикой любви к новорождённым детям Я не обладаю Вот этой вот прям Знаешь, как многие Как они пахнут Да ладно Ну и что мне с этим запахом делать Как говорится Я просто научилась Качественно выполнять свою работу Вот Я считаю, что профессионал Это который в любой ситуации Выдаст результат То есть любой Дали ему телефон Выключился свет Там, не знаю У него нет стойки У него нет фона И он выдаст результат Я тот человек, который это сделает Я могу сказать Что я в любых условиях На любую технику сниму Вот А нужно ли иметь своих детей Всё-таки? Вообще не обязательно Далеко не обязательно Вообще Какие есть минусы в твоей работе? Минусы? Слушай, ну только Работа, наверное, достаточно В тёплых условиях Потому что мне не сильно Комфортно в жаре Всё А остального Я не вижу дискомфортов Вообще Мне кажется, это такая Очень Хоть и узкая ниша Но она уникальная То есть уникальная в том Что, ну как бы Где ещё клиент Ну там до двух недель Представляешь Какая у тебя Ну какая у тебя рамка Фрейм Window for frame Знаешь, когда ты можешь Отснять своего клиента Даже свадьбу можешь переснять Что угодно Ну похороны не переснять Или там что там Не знаю Там выкопать надо Да? Ну так вот если Вот Это только вот с похоронами можно Ваш покойник хреново получился Давайте переснимем Это сложно Да? Вот И нашего тоже От модели Извините Переросла Вот поэтому Это что-то да Что-то мне кажется Мейк у вашего покойника Был не тот Да? И томата не так легла И что-то одеялко не так накрыли Вот То есть как бы Я понимаю, что разные вещи Но не переснять То есть у тебя Суперответственность какая-то есть Да? Перед этим Ну и уникальность Мне кажется Вообще Ни с кем не сравнится Мне кажется Даже вот фотографы Новорождённых Они в какой-то отдельной нише Мы даже практически Не общаемся с остальным миром То есть фотографы детские Свадебные Они всё тусят вместе Так А мир новорождённых Вот этих Он какой-то в стороне держит Потому что мне кажется Туда нормальные люди не идут А что ты имеешь в виду? Ну я имею в виду Ну кто, например Готов в жаре В 30 градусов Сидеть по 5 часов Иногда качать малыша Который тебя Напкакает Описывает Рыгнёт на тебя И ты сидишь И охрененно этому восхищаешься Вот Ну как бы Камон Не та история Да? Ну вот Слушай А у тебя бывали Сложные клиенты? Конфликтные? Может быть Какие-то были Сложные ситуации? Как ты из них выходила? Слушай Я сейчас уже не вспомню Были ли конфликты какие-то Но Были знаешь Какие ситуации Когда человеку Было сложно сказать Что он неправ был Да? Там например Мама Она говорит Мне не нравится Как папа получился Приходит и кофту с рукавами надела Я поняла Что руки у неё полные были Вот Но она выбрала такое платье И мне часто очень сложно Вот это скоординировать Потому что я Мне пофиг Как я получаюсь на фотографиях То есть я настолько люблю себя Мне даже не нужно смотреть Как я получилась Потому что Ну блин Это я Ну камера не снимала Там Ватю, Петю или Колю Черт возьми Это была я Значит в этот момент Я выглядела как идиот Или там у меня Не знаю Там глаз закрыт Но это была я И это классно В этом моменте Но не все такие Кому-то там Не все Да И я Проблема моя Что я и людей других воспринимаю Так же Что они любят себя На таком же уровне У меня мама приходит У неё полные руки Я её снимаю И она потом Папа не получил Сюда приходит Я смотрю Она кухту надела Такой оттягивающий рукавчик И я поняла Скорее всего Она себе не понравилась Да, что скорее всего Она себе не понравилась И свалила на папу Что типа он там Чуть-чуть плечи сгорбил Я совершенно нормально Переснимаю То есть я иду На такие уступки Ну конечно было бы классно И она сказала Я коза И я там Рука у меня жирная Поправьте мне вот это Да, да, да Я может быть даже в фотошопе Как-то переправила Но знаешь Когда у мамы Вот эти гормоны После ребёнка Она родила У неё там и так Знаешь У неё человек вышел Она думает Что она сейчас Клауди Шифер выйдет Ну кому? Ну давай Это будем объективными Ты только что родила У тебя естественно И живот ещё не ушёл И грудь с молоком И гормоны зашкаливают У кого-то там Пятна эти не ушли Мозг отъехал Знаешь Как я говорю Родил вместе с мозгом На какое-то время Вот Но ты как бы Всё это учитываешь По сути Но всё равно Не каждый догоняет Не каждый Вообще не каждый Конечно Девочки так к себе Очень сильно восприимчивы Слушай А с учениками Бывали какие-то Сложные ситуации Которые приключения Меня считают грымзой Страшной грымзой Знаешь У меня была ситуация У меня одна коллега Пишет Скрин отсылает Где меня там песочат Конечно Информация говорит Классная Преподаёт классно Специалист классный Но она типа Ну типа Грубиянка Или что-то в этом роде Знаешь Я ей пишу Говорю Слушай Это что? Она говорит Отзыв Я говорю Не-не-не Это не отзыв Это сплетня Которую ты нашла У кого-то И передала мне Отзыв Это когда человек Написал мне лично И сказал Вот то-то 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 В итоге я копнула Я нашла Кто это написал У меня в чате была Ситуация была какая Я им даю инструкцию Что сделать А у нас девочки как? Думаешь инструкцию читают? Натыкали Сделали совершенно не то И я козёл в итоге Я говорю Пожалуйста Посмотри более внимательно В итоге она пишет Ты только что меня обозвала Там невнимательный Там дур Или ещё чем-то таким Я говорю Подожди Я тебя так не называла Давай разберёмся Но у меня сложилось Такое впечатление Я говорю Окей у тебя сложилось А что мне с этим делать? Давай сложим что-то другое А у меня складывается А я по себя думаю У меня сложилось ощущение Что хочет у меня урок стащить Ну какая разница Что у меня в голове сложилось? И были такие именно ситуации Когда Вот это Женское Которое Любит додумывать То есть ты пишешь одно А у них в голове Знаешь Как подумал сковородка Как подумал Что ты сделаешь И сковородкой ударишь Знаешь Что это в анекдоте Как подумаю Как ты чавкаешь Что ты меня в сковородке ударил Да Как подумаю Что ты чавкаешь И вот Вот это наверное Не досказка Человек дочитывает И додумывает Что-то в своей слове А я очень конструктивный человек Я ценю чужое время Мне хочется быть чёткой А девочкам нужно Всё Чикат-чикат Суффиксы Вот эти все Знаешь Уменьшительные Наскательные слова Мне кажется классно Когда тебе дали инструкцию Потому что мое обучение Построено на думании То есть человек думает Структурированно Он читает какие-то вопросы И мне хочется Всё-таки донести Что если вы хотите Быть успешными Вы должны быть чёткими А просто бездумно Наживать на кнопки И винить в этом преподавателя Потому что он сделал сложно Это проще и проще Вот только наверное Такие ситуации Вот На мастер-классах Были какие-то ситуации Там вы что-то недодали Там тролливали Я просто Ты поожидала Да-да-да А я тут же пишу Другому студенту С этого же потока Она мне отвечает На эти вопросы Я отсылаю ей Говорю Вот смотри Этот человек был с тобой В группе Ну камон Значит ты что-то Не дослушала То есть я не спорю никогда Ну и всё Вот такие были И меня Честно скажу Меня боятся Меня боятся Мне мало кто что говорит Говорят А как ты воспринимаешь Вообще критику Ой замечательно Замечательно Мне всё равно Если она конструктивная Если мы можем вести Конструктивный диалог А не то что ты грубьянка Где? Вот здесь Я же не говорила Ну я так подумала То есть это не конструктивный диалог Когда человек додумал что-то Это не конструктивный Это ему надо к психологу идти Прорабатывать эти вещи Ты всех отправляешь к психологу Ну да Ну если человек додумывает Того чего нет Ну проблема-то не во мне получается А в его Это как я сказала Фантазия В фантазийном таком А у тебя у самой есть образец Для подражания? Я Только 10 лет вперёд Хорошо Тогда у меня такой вопрос Чего ждать от Наташи Игнатовой В ближайшие Три года Например Три года Мне кажется я буду где-нибудь Не знаю Попивать текилу Где-то на баре Не знаю Слушай Когда в шифтинг уйдёшь Ну мне хочется уже успокоиться То есть мне ничего не надо Я хочу Ну я сейчас во-первых Работаю над курсом на английском языке Я наконец-то решила Пойти в ту сферу Где у меня не будет русских конкурентов Вообще по сути Были ли у тебя какие-то такие Ну трудные времена Творческий кризис Или возможно Тот момент Когда ты не могла работать Или просто не хотелось Ну вот Когда начались военные действия Украины с Россией Так как я всё равно У меня наличие российского паспорта есть Для тебя всё равно Как-то отождествляют С русским человеком Было очень сложно Я не работала Наверное месяца Два или три То есть я не брала Ни детей снимать Я закрыла школу Я закрыла вообще всё Мне было безумно сложно У меня доходило до того Что я не могла общаться с семьёй У меня вылетел весь английский Я не могла говорить на английском языке То есть у меня такой был стресс Безумный вообще Вот То есть мне было очень хреново Вот Но потом как-то потихоньку Наверное Ну начали приходить в себя И ты в принципе очухался Знаешь как говорится Привык Что вот такая ситуация И надо дальше жить Нужно работать И ты потихоньку начал выходить Хотя я чувствую Что до сих пор Я до сих пор Не полноценно Engaged Как говорится Да не полноценно влилась В тот ритм Который был до этих событий Ну а вот периодов Какого-то выгорания Эмоционального Не было Вообще не было Не было Если ты берёшь Творческие съёмки У тебя никогда не будет Периода выгорания Творческие съёмки Они must have То есть ты должен Снимать бесплатно И снимать достаточно много Мне кажется Даже бесплатно снимать Почти тоже Больше чем бесплатно Вот да Я снимаю очень много детей Своих друзей Беру модели снимаю То есть мне очень нравится Потому что на клиентах Я не буду что-то пробовать Но на моделях Я за любой кипиш Мне очень нравится Это делать Вот Ну и всё Хотела тогда развить мысль Думала Сворачивает У тебя есть какой-то образец Для подражания? Нет Уже нету Раньше был Раньше был Мне очень нравились фотографы У которых я обучалась Baby as art Они уже давно распался Этот дуэт Вот И мне очень нравился До сих пор Я сейчас смотрю на работу Мне кажется Это одни из самых крутых работ У меня до сих пор Мо мнение совершенно не изменилось Если кто-то хочет там погуглить Baby as art Бейтни Уудл Инкерис Индавал Это два фотографа офигенных Вот И мне кажется Что лучше их Но до сих пор Никто в этом жанре не снимает И ещё мне нравится Очень стиль Келли Трейси Келли Как я забываю Сестру Двойняшку С которой мы до сих пор Общаемся очень близко Переписываемся Я до сих пор хочу Мы как бы хотим В гости съездить Можно даже поснимать вместе У меня идея приехать к ним И вообще сделать эфир какой-то с ними Потому что очень многие выросли На их фотографиях Это те, кто до сих пор Придумывает какой-то крутой реквизит И с них всё пилят То есть это единственные люди Мне кажется Которые вообще придумывали что-то Все эти гамачки Лежачки Подушечки Это всё пошло от них И вот с ними мы тоже общаемся Я не могу сказать Что они пример для подражания Потому что им нравятся мои работы Они мне пишутся Она мне всегда комментарии Говорит Как красиво У тебя всё идеально Они мне восхищительные письма Я им пишу Всё А так уже нет Мне кажется Потому что уже внутри Всё успокоилось По этому поводу Раньше было Сейчас вообще всё спокойно Слушай, ну вот ты человек Который очень давно этим занимается Какой бы совет Может быть ты дала бы Сейчас новичкам Кто хочет войти в эту сферу Не бояться Когда говорят Что ниша уже занята Это самый большой минус Потому что Нас очень много кто уходит Кто-то уходит Кто-то приходит И опять же Такого же второго не будет То есть ты всегда сможешь Чем-то удивить А бояться То есть ты уже себя настраиваешь На то, что у тебя ничего не получится И это вот хреново То есть если бы я в своё время подумала Что у меня ничего не получится Нифига себе на всю Россию замахнулась Вот, ну масштаб Ты же понимаешь Да я такая Да я всю Россию сейчас обучу У меня были такие прям запросы Вот И многие меня в этом не понимали Говорили Нифига себе А мне казалось А почему бы и нет Я всю жизнь жила в Советском Союзе И говорили Я последняя буква Уловите Сиди и молчи Вот И когда ты всё это перешагиваешь И говоришь Да блин, я королева А как себе вот Воспитать это чувство Вот позволить себе мечтать И не бояться мечтать Общаться с этими людьми Которые такие же А если в твоём окружении Таких людей нет И если твой муж Избавляться Избавляться А если это твой муж Избавляться Я не шучу Я не шучу Правда Если твой муж Вот такой душнило Ну избавляться У тебя не будет счастья Человек, который в тебя не верит И он рядом с тобой Ты просто сядь и подумай Вот это душнило Тебя будет всю жизнь топить То, что ты недостоин У тебя не получится Я тебе не дам Ну некоторые бабы Конечно Они вывозят И они сидят И там Это жертва Пожизненная жертва Которая готова с этим жить Я вообще не готова с этим жить Никогда не была Люди Муж и жена Это, блин, партнёры Это не кто-то выше Кто-то ниже Это партнёры Офигенски Если кто-то зарабатывает больше Кто-то меньше Завтра это может поменяться Если вы на берегу не договорились Вы никогда с этим человеком не живётесь Избавляться от всех людей Которые тебя тянут вниз Только тебе кто-то сказал Что у тебя ничего-то не получится Всё У меня сразу У меня маленькая книжечка Блэклист Блэклист, да Блэклист Только позитивные люди Только которые в тебя верят Только которые считают себя королевой И тебя королевой Мне кажется, это классно Но почему мы живём всегда В такой утопической Нет, вот я недостой Вот у меня страна Вот я не такой Нет, я офигенная Я классная И уже сейчас Достаточно того Чтобы у тебя всё получилось Да, конечно Всегда Всегда Нет такой ниши В которую бы ты не зашёл И не стал королевой Если ты в себя не веришь Вы знаете, мне кажется Что у нас интервью больше Не такое про ньюборн Про профессиональное развитие Карьеру А в итоге такое интервью На тему Как полюбить себя До психологии Потому что любая работа Это работа над собой И твой успех В твоей нише Ну эти обмотки Детей Это можно Знаешь, вот это вот Я уже считаю Что это не так важно Важно развивать себя А вот это всё приложится Потому что чем больше Ты себя любишь Тем больше ты будешь любить Что ты делаешь Ты не будешь сомневаться В себе Что ты делаешь Только тебя кто-то Что-то написал Ты начинаешь думать Что ты недостойна чего-то И тебя Трясину нафиг затянуло А что нужно Иметь новичку Для того Чтобы стартовать Уверенность в себе И поддержку Мужа, семьи Или ещё кого-то Или окружение Знаешь, как я говорю Если достижение Твоей цели Зависит от наличия Других людей Опять же Нужно рассмотреть Кто эти люди Если это друзья Отметаем Мама, папа Отметаем Муж Подумаем Поддерживает ли он тебя Не поддерживает Разводимся Ну я шучу Ладно Сделаем так Чтоб он поддерживал Не знаю Слушай, хорошо А если говорить про Я знаю Оборудование Реквизит Ну вот то, что можно Как бы взять Потрогать Потратить на это деньги Что необходимо Что самое важное То есть минимальный набор Определиться В каком стиле ты работаешь Взять минимум В этом стиле То есть это Какие-то Монохромные сеты С которыми Очень будет легко работать Которые взаимно Будут себя заменять Потому что опять же Приходя в студию Я вижу Тряпок миллион Ничего не сочетается Обязательно хорошая Стойка Свет Камера Объектив И какие-то Маст хэв Камера Объектив И какой-то Прям минимальный Минимальный набор Комплементарного Реквизита Я езжу сейчас По всем мастер-классам У меня два фона Два Два Для девочки И для мальчика Я отсняла сейчас Оба мастер-класса Только на двоих На двух фонах И ничего И клиентке Я приехала С этими же фонами Класс Супер Какой самый нелепый Реквизит Который ты встречала А ну да Это Ну вот я говорила Парта Парта Да Парта Где очень странно Вообще на нём Расположены Расположены Когда спящий Полумёртвый Ребёнок лежит Ну я не вкатила Не выпендриваться Чем проще Чем проще Тем лучше Вот Кто-то снимает Ярко Кто-то нет Кто-то там Пытается Ринуться Во что-то новое Там В макраме Этого ребёнка Положить Но я Как поживший человек Очень долго На этой планете Я вам скажу Что классика Всегда будет в моде Чем чище кадр Тем лучше А я прошла уже Четыре десятилетия Как говорится Я видела Что менялось И классика Всегда в моде Всегда Вот И чем оно чище Тем оно проще Тем оно будет Дольше актуальным Наташа Что для тебя Самое ценное В жизни Любить себя Уже говорила Я уже говорила Да У нас камера Не записывала По второму кругу Интервью Любовь к себе Любовь к себе Прям Прям вообще Прям настолько В сердце сейчас попадает Ну вообще Это как я знаешь На мастер-классе Говорю Так все не плачьте Я сейчас заставлю Родителей плакать И я всегда заставляла Родителей плакать И плакала вся группа потом И Почему у меня кадры На семейной Очень красивые получаются Да Потому что я Вот эту связь Голос Тембр Когда с родителями Разговариваю Рыдают все Рыдают родители И там у тебя Несколько секунд Чтобы снять эти фотографии И вот тут Когда ты их цепляешь Они остаются Своими клиентами Навсегда И что нужно сделать Для того Чтобы родители заплакали Слушай У меня была ситуация Мы в Хабаровске снимали И там папа пришел Ну разве что Меча не хватал Зашел такой Знаешь Ну прям вот Строгий С брдой такой И я их поставила Вместе с мамой Я таким голосом Таким тихим Тихим И говорю Теперь посмотрите На своего малыша И тихо Без слов Скажите маме Ну чтоб она это почувствовала Поблагодарить ее За то что она родила малыша Сделайте это так Чтобы вся группа Это услышала Но без слов А теперь посмотрите В камеру И скажите своему ребенку Которому сейчас 25 лет Который стоит перед вами Почему вы так И вы ждали Как бы благодарную Женщине Которая рядом с вами стоит Которую вы сейчас Обнимаете Чувствуете ее запах Почему она была выбрана Вами Чтобы подарить Это создание Он поворачивается У него так слезы Группа вся рыдает Все рыдают И я таким голосом И он поворачивается И есть несколько секунд Чтобы вот этого папу Который только что Был с ничем Нафоткать Потому что у него слезы Он ее обнимает И все Я вижу что он растаял Ему пофиг И я поворачиваюсь И вся группа Собли так подбирает То есть вот это мой коронный номер Которому я учу всех На мастер-классе Но тут важен голос Важно понять Границы человека С кем, как С чего начать Вот Потому что у тебя же камеры Перед тобой Это тембр правильного голоса Выбран Да Потому что ты всю съемку Такая веселая А тут давайте успокоимся Да Я хочу это услышать Ну без слов Просто говорите Ну чтобы я это чувствовала И он такой смотрит в камеру И все Это наверное моя коронная фишка Я вижу ты тоже расфлакала Спасибо А потому что Плачут все Даже я до сих пор Когда это говорю Да Кстати да Да Потому что это действительно трогает Потому что действительно Расключает вообще всех родителей Любых пап Любых мам У меня есть уникальная способность Развести людей на чувства Я могу это сделать Я могу переключить себя Очень быстро С друзьями Я могу быть такой А потом я могу выключить И совершенно быть другим человеком Который может вообще Заставить человека Что-то прочувствовать Слушай Мы говорили кстати За камерой По поводу качеств Которым должен обладать фотограф И вообще у нас очень много Про психологию сегодня Но я очень хочу Чтобы это услышали Те кто будет смотреть По поводу того Что нужно Важно Слышать Родителей Не говорить про себя И вот Расскажи ту историю Которую ты мне рассказывал Которая случилась На мастер-классе Да Ну я так Пытаюсь это собрать Что мы устроены так Что нам хочется Говорить о себе То есть Все что важно В этой жизни Мы перетягиваем на себя Во-первых А попробовать Целый день Не говорить слово я Вы услышите Вы увидите Насколько вы Не умеете общаться И говорите все время про себя Да И говорите все время про себя Это крутая практика Которую Практикую периодически Вот Очень сложно Мне даже дается Хотя я уже достаточно Контролирую свою голову И когда приходит клиент Стараться задавать вопрос И быть слушателями Никогда не притягивать Внимание на себя У меня была ситуация Такая на мастер-классе То есть Я только девочкам сказала Кто-то сказал Нет Я могу слушать Все такие Ага Но это знаешь что нет Приходят мамы И я начинаю Прям только мы закончили Этот разговор Спрашиваю Вы как родили У меня была кесарева Девочка такая А у меня И она себя ловит Такая Хоп Я говорю У тебя Все Ха-ха-ха И она Ну она отследила Что мы не контролируем Этот момент Когда нам хочется Говорить о себе Это наше создание Который пришел к нам И наше внимание Должно быть полностью в нем Мы должны его слушать И уметь слушать И не говорить о себе Только когда он спросит Только тогда ответить Вот умение Умение слушать На этой позитивной ноте Я бы хотела Тебя еще попросить Дать какой-то Небольшой совет Мы обычно со всеми Заканчиваем даже на интервью Каким-то Небольшим советом У меня будет Нестандартный совет Я не буду показывать Как мотать детей Там что-то как укладывать Я скажу одно Что нету идеальной позы Ее нет Все что вы видите В интернете Это было придумано Это нас загнали Опять в определенные Какие-то рамки В которые я тоже была загнана Нет ничего Что неправильно Есть люди Которые считают Что это неправильно И если вдруг Кто-то вам говорит Что у вас что-то сделано Неправильно То есть вы просто спрашиваете А почему Человек скажет А потому что Ну короче Это твое мнение Против моего мнения А я так не чувствую Я чувствую совершенно По-другому И для меня сейчас Наоборот Тем более Размазано Что-то сделано Тем более Хотя все равно Есть ракурсы определенные То есть мы не будем Снимать человека Наверное на смотре Насмотренность есть определенная Да-да Мы не будем снимать человека Чтобы у меня голова огромная была Давайте соблюдаю пропорции Свет Все-таки это имеет значение Да Но вот там Два-три пальца Вообще не важно Там нога видна Не видна Вообще не важно Главное Чтобы не было ощущения Что у человека Что у ребенка Нога вывернута Или то что он лежит На корзине чем-то Да То есть Некомфортно Проецируется Да Просто убрать Все остальное Прекрасно Если вы не умеете Сочетать цвета Используйте монохром Если вы не умеете Снимать с цветами Не снимайте с цветами Если вы не умеете Что-то делать Не нужно это делать Делайте то Пусть у вас будет Одна позировка Две-три Но они будут отточены На пятерку И вы будете Выдавать постоянно Качественный результат А себя распылять И мотаться Ну вы будете посредственны Лучше делать качественно Но мало Чем посредственно Но много Супер Отлично Спасибо тебе большое Наташа Было классно Любите себя Ура Тебе нужно пугать Все Отлично Ура Ура Почему я не кричала Вот сейчас покричала Тебе нужно пугать Снимать Снимать